Руками трогаем деньги, там перилы, ручки, за машину, рычаги, а самое большое количество бактерий, это на наших с вами смартфонах, потому что после денег, после перил, после, так сказать, рукопожатий, мы трогаем телефон, никогда мы его не протираем, вот, поэтому, если у вас есть возможность, вот, даже влажные салфетки просто возьмите, раз в день хотя бы протирайте, потому что все бактерии мы к рту несем, понимаете, уши, рот, это есть определенная проблема тоже, просто хотя бы протирайте, где телефон, где микрофоны, где наушники, но это мое личное убеждение, и вам совет, телефон это зло, это зло, ребята. Ребята, привет, время 8 часов, сегодня какое у нас число, 17, сегодня 17 марта, мы приехали в магазин ленты, которая находится в загородном шоссе 36-1, хотим посмотреть, есть ли у нас ажиотаж по поводу коронавируса, есть ли у нас там очереди в магазинах. Смотрите, что в кругах там творится. И круп нету? А вообще жесть. Обалдеть. То есть, надо брать полотенца. Соль, муку берут, сахар, крупы все. То есть, в Оренбурге у нас тоже все это есть. Все сложно теперь. Обалдеть. Бывают все. Не, ну я смотрю, очередей-то нету все равно. Время-то 8 часов. Вы так думаете, сейчас подождите, сейчас они все набегут. Серьезно? Да. Понятно, я думал. Салфетки влажные, все антибактериальные скипают. Ага. У нас пока их нет сейчас. Почему-то она не снялась. Сейчас с ними тогда будем. Понятно. Так, ну что, ребята, сами все слышали, да? Магазин ленты. Восемь утра. Короче говоря, все бумагу берут. Соль, крупы. Так, ну чего вот здесь? Ну, макароны лежат. Где у нас крупы? Так, крупы. Вот они, крупы. Так, что здесь у нас? Что здесь? Ну, макарон. Ну, не так, чтобы сильно все, как говорится, разбирали. Ну, тенденция такая есть. Тенденция такая есть. Так. Фрукты. Все есть. Сахар. Все это есть у нас. Что здесь? Что здесь? По фруктам, ребята, все у нас нормально. Вода. Вода. Вода тоже, как сами видите, все есть. Ну, вот мясо. Свинина. На сто восемьдесят восемь рублей лежит. Куски у нас. Цыпля, татушки по сто четыре. Ну, вот как-то так. Картофель. Морковка. Картошка. Лук. Ребята, все в наличии у нас находится. Все есть. Что у нас, как с консервами тут дела-то? На месте все? Или все равно разбирают? Разбирают. А это свинина хорошая или так синяя, знаете, гостовская? Ну, там большая тушенка. Да. А хорошая есть какая-нибудь тушенка у вас? Ну, да. Да, конечно, немножко их забрали. Да не немножко, а вынесли все, что можно. Серьезно? Все понятно. А что больше всего берут-то? Все берут. Все подряд? Круп вообще нет. Макароны, мука. Ну, понятно. Все стандартно. Стервации вообще нет. Ладно, спасибо. Итог такой, ребята. Народу нет. Время где-то 8.30 примерно. Все у нас спокойно. Живите спокойно. Берегите себя. Соблюдайте меры личной безопасности. Ну и все. Всего хорошего. Ну что, ребята. Немножко продуктов прикупили. Из 19 касс работает одна касса. Так что все спокойно. Все пока отлично. Так что мы поехали. Берегите себя. Всем пока, ребята. Пока. Давайте посетим магазин Магнит. Время 9 утра. Время 9 утра. Начало 10-го. Народа нету. Все спокойно. Все у нас спокойно. В Магните у нас в принципе народа нету. Рабочий день идет как обычно. Ажиотажа тоже никакого нету. Все как обычные. И товары есть. Люди не суетятся. Все намного спокойнее. Вот так вот. Ажиотажом. Но не забывайте смотреть аннотации. Сроки годности товара. Потому что в такой суете, как во многих городах, у нас такого нету. Вам могут продать некачественные товары. На это обращайте внимание. Не забывайте смотреть аннотацию. Сроки производства и прочее. Не забывайте.